Ну поехали. Сегодня у нас... Так, какая мягкая у нас сегодня задача? Мы доказывали какую-то там теорему про гомотопический тип пространства погружений со складками. Многообразие одинаковой размерности. И вот там у нас все это было, что там пространство погружений со складками делится на задными складками. Там на два открытых замкнутых множества, типа тугие отображения и мягкие, да? И там с тугими немножко понятно, с мягкими как-то все сложно. И там для этого нужны погружения с морщинами. Я предлагаю просто начать как раз с этого определения, напомнить его и разбираться с ним. Там было такое отображение. Сейчас надо... Что-то там написалось. Просто... А, ну да, x-minus. Понятно. Значит, у нас есть rn. И там тоже rn. Мы берем такое отображение. У нас все координаты, кроме последней, тождественная. Где-то у нас последний. Там xn в кубе, да? А xn в кубе, да? Понятно. Так. Ну вот, значит, это... Как это сказать? В общем, это образец погружения с морщинами. Как мы его назовем? Ну вот, начинается. Ну, допустим, w. Это просто единичная сфера. Какая, какая размерность? n-1, w, rn. Тогда нужно писать минус 3 умолить на сумму, на сумму, там, если ты вкладать. Ой, 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 точно, точно, точно. Я написал хрень какую-то. Да, это же, это просто сборка, да, 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 вы правы. Конечно, все, да, это... Вот я что-то смотрел, смотрел, и в итоге нужно написать... Сейчас, там все не нужно и так написать. Да, конечно. Нужно написать минус 3 сумма xитых от единицы до n-1, да, в квадрате. Давайте даже так напишем. Типа 1 минус. Вот так. А тут можно написать плюс, наверное. Да, и тут написать xn. Во. То есть... Я думаю, наверное, не важно плюс или минус. В общем, так нормально. Да, я вот что-то... Сейчас. По-моему, это все равно не получится, что-то. По-моему, там, ну, важно, что... Там плюс сумма квадратов минус 1. Что, ну, когда вы это продифференцируете, у вас получится 3xn в квадрате плюс 3 минус сумма остальных квадратов, у вас не получится в сферу. Как у нас в технических точек. Чувачь вам? Ну, вроде бы там должно быть... Вот 3 умножить на минус 1 плюс сумма xитых в квадрате. Там важно, да, что тут минус 1? Ну, если вы это продифференцируете, у вас не сфера получит. Да, 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 сейчас. А почему так? Ну, потому что... Че, ну, прикольно. Вот так. Не, ну да, я согласен, да, действительно. Надо с дифференцируете 2xn. Что это означает геометрическое? Какой вопрос? Здесь я тут плюс напишу вместо минуса. У нас... Вот здесь вот... Какой-то конус, по-моему. Здесь написана как бы функция, которая внутри сферы отрицательна. Сейчас, наоборот. Внутри положительна, а снаружи отрицательна. Ну, получится что-то, которое, если там плюс напишите... Правильно. А нам нужно, чтобы вот то, на что умножается xn, внутри как раз было отрицательным, чтобы там вот как бы xn в кубе... Это вот такая штука. А нам нужно, чтобы у нее родилось... Чтобы она стала вот такой. Это значит, что нам нужно вычесть xn умножить на что-то положительное. Вот. Ну да, сейчас так и написано. Ну и действительно, да, это прекрасно согласуется с тем, что так, множество критических точек действительно будет сферой. Ну, прекрасно там, значит... Ну, понятно. И выглядит это примерно так, что у нас есть сфера. И она как бы... У нее есть экватор, где находятся точки сборки. Вот. А дальше мы верхнее и нижнее полушарии типа меняем местами. Она продавливается. А экватор, ну, грубо говоря, остается на месте. Получается такая сплюснутая летающая тарелка. Вот это верхняя полусфера. Это нижняя. То есть то, что внутри переворачивается. Вот. Но это все. Эти картинки мы рисовали в прошлый раз. Вот. То есть то, что внутри летающей тарелки покрыто в три слоя, а то, что снаружи покрыто в один слой. Ну, ладно. Значит, это... Как это? Эталонное. Это... Давайте я это напишу. Это эталонное погружение со складками. Погружение со складками. Со складками. С морщинами. Вот. Что про нее нужно сказать? Да ничего. Ну, там можно приписать, что это W с индексом N. А, кстати говоря... Ладно, я вот могу добавить еще то, что не было в прошлый раз. Что, на самом деле, эта штука обобщается для отображения из большего размера в меньшую. А именно, что... Ну, вот давайте я сейчас напишу, а потом, может быть, сотру. Что если здесь будет M, то можно взять и приписать тут еще, знаете, что? Приписать, короче, плюс-минус X N плюс 1 в квадрате. Вот. Вот такую штуку. И это будет типа морщина... Ну, там будут складки на верхней и нижней полусфере. Они будут разных индексов. У складки, когда размеры с S, S и Target различаются, есть индекс, ну, который просто означает количество плюсов и минусов. И индексы складок сверху и снизу отличаются на единицу на верхней и нижней полусфере. Типа тут будет какой-то индекс S, а тут будет индекс S минус 1. Или S плюс 1. Ну, я не знаю. То есть, от того же, чем равен S. Вот. И сборка, она тоже как бы имеет некоторый индекс. То есть сборка – это, ну, типа такая стеночка между складками двух соседних индексов. То есть можно считать, что у нее промежуточный индекс. Типа S плюс 1 вторая. Вот. Ну, и, в общем, можно... На самом деле, Эль Ашберг с Мишачевым, они вот описывают, как работать с отображениями в различных размерностях. Вот. И, типа, все, что мы дальше скажем, оно, вроде бы, работает. Ну, на самом деле, не все. И мы, я, наверное, не проговорю полностью доказательства, но, короче, все это обобщается вот для M больше N. Вот. Значит, если у нас есть многообразие одинаковой размерности, ну, или разный, это не важно. Короче, M и N, то отображение – это погружение с морщинами. Если... Ну, давайте M у нас будет компактно. Вот. И они оба N-мерные. Значит, если существует какой-то набор шаров, U1, там, не знаю, УК в сорсе. Значит, и... В который можно включить такую коммутативную диаграмму. Сейчас. Значит, что должен написать? Ну, да. Типа, здесь есть U. Вот. И дальше я хочу взять открытую окрестность N-мерного диска. Вот здесь отображение морщины. Вот. И здесь. Короче, открытую окрестность и образы. Давайте назовем это как иметь. Черт. Ой. Короче, наверное, эти штуки не нужны. Нам нужно добиться того, чтобы эти чуваки не пересекались. Ну, давайте просто скажем, что... Типа... Здесь есть такое отображение. Оно называется альфа. Это называется бета. Ну, и, короче, они не пересекаются. Альфа. Уитах. Что насчет бета от уитов? От бета от уитов нет уже. И от этих самых... От этих штук нет. И от этих условий. Ну, это, в принципе, и так понятно. Тупо. Вот. Ну, короче, это должно быть дефиоморфизм на образ. Ну, то есть гладкие вложения. Ладно. Сейчас. А уи это агрессость чего? Значит, уи. Это, смотрите, мы берем вот это вот... Вот множество критических точек этой модельной морщины. Это сфера. И мы берем не просто эту сферу, а на самом деле сферу с шаром внутри нее. То есть мы вокруг всего этого дела рисуем какую-то окрестность. Говорим, что вот эта окрестность будет уитая. Вот. Ну, здесь просто написано, что... Грубо говоря, росток росток F ну, там, то, что наверху, это, естественно, F росток F в некотором шаре ну, эквивалентен лево-право эквивалентен ростку отображения морщины. Ну, вот. Тоже в шаре ограниченном множеством критических точек. Вот. Ну, как это еще сказать? То есть нам нужно, чтобы... А других особенностей нет. Да, правильно. Ну, да. А на самом деле уиты были нужны, наверное, за тем, чтобы сказать, что F ограниченное на M минус вот это вот альфа и от и это просто погружение. То есть вне... Ну, да. Это значит, что там особенностей нет, буквально. Ну, а внутри альфа и от альфа и от ну, есть. это значит, что картинка типа у нас есть какой-то там M какой-то там N и значит, что мы должны в M выделить такие несколько сфер, причем которые не содержатся друг внутри друга, то есть каждый из них ограничивает вот шар, эти шары не пересекаются. Так что достаточно малая окрестность этой сферы отображается в N так же, как морщина. То есть получается вот такая фигулина. А как выглядит образ окрестности? Образ окрестности выглядит смешно, что, во-первых, все то, что тут внутри, оно покрыто. Вот. А во-вторых, граница этой окрестности, она выглядит как-то так. То есть она идет вот сюда, а потом с другой стороны обходит вот так вот. Что-то плохо написал. Вот. То есть, типа вот эта точка, она покрыта два раза, а эта покрыта ноль раз, а эта покрыта один раз. Вот. Ну и тут вот есть точка, которая покрыта три раза. Вот. Ну и так для каждой морщины в отдельности, ну и там понятно, что понятно. Сейчас. Они могут вообще пересекаться, действительно, это хороший вопрос. Наверное, ну, наверное, могут, теоретически. То есть, наверное, далекие какие-то морщины, они могут пересекаться друг с другом вполне. Кажется, это не запрещено. Ну да, наверное, не страшно. Со сливоком образа морщин. Да, что? сейчас, альфа-туи не пересекается, не просто. А образы могут пересекаться. Да, мне кажется так, что вот альфа-туи это как бы шар, в котором у нас есть морщина. и эти шары, они для разных морщин не должны пересекаться. Но в образе там понятно, что у нас они могут накладываться так же, как типа, когда мы рассматриваем отображение со складками, там складки, ну, далекие точки складок, они же могут, типа, их образы могут совпадать. то есть она локально устроена как складка, а глобально там образ может быть самопересекающимся таким погруженным подмоговразием. на самом деле это в каком-то виде уже было скукота. Вот, но дальше там я пытался перейти к параметризованным морщинам, и это уже непонятно. Вот, я пытался продать такой лайфхак, что если мы смотрим на ну, давайте еще раз это запишу, тренируюсь, значит, типа, x1 кратата xn, ну, когда m больше нам не понадобится, значит, переходит x1 ms1 тут, значит, xn куб минус и минус xn, xn, вот так. Здесь мы можем взять первые сколько-нибудь координат, ну, например, k, и сказать, что это пространство параметров. И тогда получится такое отображение из rk крест rns это тоже вот, ну, и как бы можно это рассматривать как как такое расслоенное отображение, значит, ну, что значит расслоенное отображение? это типа когда мы берем категорию отображений над конкретной базой, и у нас типа все происходит над этой базой. У нас есть база, есть там x, есть y, вот, и мы каждый раз следим, ну, как будто у нас у каждой точки базы есть прообраз свой, и вот как будто эти прообразы они заперметризованы точками в базе. офигеть. Вот. И что мы увидим, если мы посмотрим с такой точки зрения на морщину? Значит, вот это rk, это типа база наша, там можно тоже написать единичный шар. И оказывается, что над точкой вне этого шара отображение просто устроено как погружение. На точке на границе этого шара происходит какая-то что-то странное, а точки внутри этого шара там у нас в каждом rn-k рисуется своя типа морщина такая. Я ее нарисую. Вот она. Причем эта морщина тем больше, чем ближе точки к центру шара. То есть получается, если мы будем идти по такому пути типа хопа, мы пересекли границу шара, то вот в момент пересечения границы у нас как бы появляется эта морщина, то есть у сферы особенностей там растет радиус, и вот в этот момент там получается кубическая парабола с кратными корнями, вторая производная на нулю, а здесь получается просто особенность типа 1 сейчас типа sigma 1 1 0 или 1 1 ну короче там просто складки и сборки. Ладно. можно ладно, зачем-то к больше единицы, но в общем понятно, что я хочу сказать. почему так происходит? Потому что почему? Ну, типа мы можем вот вот этот кусок, эту сумму переписать как 1 минус сумма от единицы до k x и плюс сумма от k плюс 1 до n минус 1 квадрат. Вот. И получится, что вот эта разность ну, ладно, там скобок нет, то минус. когда эта разность отрицательная, то у нас вся эта сумма она всегда отрицательна. И это значит, что при таком значении вот этих параметров, ну, типа если эта сумма больше единицы, у нас не будет корней производной. Ну, то есть, когда вот эта штука, когда она меньше нуля. Вот, а когда она больше нуля, то она просто буквально нам задает радиус сферы. Да, потому что когда мы считаем, где производная имеет типа ранг n-1, там получается как раз сфера радиус корень из вот этой вот штуки. То есть, это r квадрат, r это радиус сферы особенностей. Вот. А у нас было про это упражнение или нет? По-моему, было. Какое упражнение? Ну, вот, к прошлой лекции я там выложил скорее всего какие-то упражнения. Мне кажется, там было такое упражнение. Там было такое упражнение, что если вы там сечете сейчас, если ограничить отображение на какую-нибудь там плоскость или пространство, то получится опять отображение с морщинами. Во-во-во-во, буквально, да. Там у меня немножко другие обозначения, это задача номер 3. Вот. Ну, я, видимо, сейчас просто пытаюсь вспомнить, что там у нас было в прошлый раз. вот. Ну, и аналогично можно дать определение как это называется, параметризованного вот мы говорим, что такая диаграмма вся она называется как там модельная, как там эталонная, короче, параметрическая морщина или параметризованная, параметрическая. вот. Ну, и дальше можно просто аналогично дать определение давайте параметризованного скажем. параметризованного короче, определение параметризованного погружения с морщинами. То есть, у нас есть теперь m и n ну, и они над какой-то базой. У нас здесь есть проекция и значит p и q нужно, чтобы они были как это называется субмерсиями. Ну, а вообще лучше в идеале, чтобы они были расслоениями. Вот. А вообще в идеальной ситуации это просто проекция на типа сомножитель в произведении. то есть, мы все будем делать локально, и поэтому достаточно просто считать, что это какие-то евклидовые пространства, ну, которые проектируются тоже на какое-то евклидовое пространство. вот. Когда же мы хотим назвать f параметризованное погружение с морщинами? то есть, b это параметры? b это многообразие параметров некоторое, в котором типа расслоенное mn. Вот. Значит, и обобщается это так, что мы должны взять вот эту диаграмму mvn над b. А здесь взять короче... Давайте я так грубо напишу. Здесь мы берем rn, здесь тоже rn, здесь rk. Ну, если k это размерность b, а n это размерность темы. Вот. Здесь есть просто проекция, а здесь есть wn, k, например, вот это отображение так назовем. То есть, мы просто берем первую диаграмму и рисуем вокруг второй диаграммы. Ну, и дальше здесь должны существовать такие отображения сюда, сюда и сюда. Ну, их там тоже должно быть сколько-то штук. вот. Ну, и они, в принципе, могут быть определены не на всем rn и rk, а только в окрестности множества критических там точек, его проекции и так далее. Вот. То есть, вот, это, допустим, альфа, это, допустим, бета, а это, допустим, ну, как мы назовем, гамма, наверное. Вот. альфа оно бьет из окрестности альфа и т, альфа и т, гамма и т из окрестности диска vm, вот, которая называется у нас ui, бета, соответственно, из окрестности образа этого диска и так далее. mk сложное обозначение. ой, ой, я тут неправильно писал, естественно, здесь нужно писать ui, вот, если, значит, что, если существует здесь, везде индекс i, отображение, вот такие для i равно в единице и так далее, ну, и там количество этих, как у нас будет обозначаться количество морщин, ну, m давайте, вот, причем, опять же, эти морщины, они, ну, не пересекаются, альфа и так далее, альфа и так далее, и так далее, не пересекаются. Вот. Ну, то есть, и это просто такое кино, что у нас есть пространство параметров, которое локально выглядит, как r в степени k. и дальше по пространству параметров путешествует точка и смотрит, как наверху устроено отображение, и вот точка едет, и там отображение где-то, вот в какой-то окрестности, как погружение, а потом фигак, и там рождается морщина, и дальше, пока точка едет по базе, мы видим, как эта морщина там куда-то ползет, что-то с ней происходит, а потом точка выползает из этого шара, и морщина в этот момент снова исчезает, разглаживается, вот. Но там могут возникать в другом месте какие-то морщины, вот все их конечное число, потому что, наверное, база тоже компактна. Вот. Ну да, тут в принципе дано, что их конечное число прекрасно. Кстати говоря, это вот тоже это все Громов придумал на самом деле, это все так сложно выглядит, потому что Громов очень умный, и он типа в 69-м году он про это говорил там в терминах слоений, то есть в принципе не обязательно предполагать, что это прям такие четкие проекции, ну, то есть это могут быть не расслоения вообще, а это могут быть просто субмерсии, да, вот, но субмерсия, она локальная от расслоения в принципе ничем не отличается, вот, поэтому локально можно считать, что это просто произведение, да, вот, а слоение, это буквально, ну, если мы говорим про не особое слоение, то, наверное, это когда мы берем какую-то субмерсию, а дальше для каждой точки берем ее прообраз, то есть у нас типа база проектируется куда-то, ну, в смысле база, какое-то пространство проектируется в некоторую базу, дальше мы у разных точек берем прообразы и получаются слои. Вот, и там можно говорить, ну, типа, про отображение, которое как-то погружается в слоение, например, если оно касается слоя, то это плохо, и вот можно на это все смотреть, или там, ну, короче, я не знаю, это какой-то такой странный подход, вот, но, видимо, вот эту теорему про морщины именно, ну, вот в таких терминах удобнее формулировать, то есть, до этого просто у нас, когда мы говорили, ну, типа, мы говорили про семейство отображений, как про ну, типа, у нас вот было семейство отображений из x в y, семейство, это то же самое, что отображение из x крест в какую-то базу в y, да, вот, вот, они такие говорят, что мы лучше хотим не как бы умножать x на базу, а умножать все на базу, то есть, x умножаем на базу и y на базу, и при этом следим, чтобы слой переходил в слой, вот, и теперь у нас семейство отображений из x в y будет выглядеть вот так, и, по-моему, это очень сложно следить за тем, чтобы слой переходил в слой, но кому-то так проще, ну, в частности, например, семейство отображений с этими самыми, с морщинами, сейчас, это называется параметризованное погружение с морщинами, а правда ли, вот, хорошо, контрольный вопрос, правда ли, что если мы ограничим на слой, вот, давайте так, у нас m в n над b, это параметризованное погружение с морщинами, вот, пусть мы берем здесь какую-нибудь точку b маленькая, это там p и q, и вот мы берем, что m в штрих, это p минус 1 от b, и вот мы рассматриваем отображение слоев, правда ли, что это погружение с морщинами? зависит от базы? Нет, нет, база зависит. Ну, если мы возьмем rmn и rn в качестве mn и базу, это база какая-то плоскость, которая нет, смотрите, у нас, когда мы модельную параметризованную морщину задаем, у нас здесь проекция на первые k координат, где k строго меньше, чем n, то есть хотя бы одна координата, которая здесь возводится в кубы, она должна остаться, вот, если вы к этому хотели придраться, то нет, мы все-таки проектируем на первые k координаты. Ну, это в определении модельной морщины параметризованной, а здесь мы пользуемся именно им. Вот, ну, то есть, да, если мы, значит, все-таки, ну, если мы посмотрим на эту картину, я уже говорил, что когда мы сечем вот такими плоскостями, именно когда мы проектируем в базу. Я забыл просто, что на первые k. Да, да, у нас здесь получается тоже точно такие же летающие тарелки, просто меньше размеров. Ладно. Ну, так что, правда ли, что это погружение с морщинами? Или нет? Ну, вроде, правда. Нет, не обязательно. Если b, это точка, то... Нет, дело не в точке, а дело именно вот в этом моменте рождения, что когда мы в проекции смотрим на границу критического множества, то есть на точку, над которой происходит рождение вот этой летающей тарелки. И вот она вот в этой точке, она возникает, да, там это будет, когда у нас сумма вот этих первых, квадратов первых k координат равна нулю. В смысле, равна единица, то есть вот этот слагаемый радиус, она будет равна нулю. И там особенность будет выглядеть так. Вот я тут, чтобы было непонятно, я просто напишу в середине. Типа x1 тара-та-та xn-1 в конце будет xn на 3 и тут будет сумма. А, подождите, я же должен не от единицы писать, а от k плюс 1. Вот k плюс 1. И тут, собственно, тоже от k плюс 1 до n минус 1 x и t и умножить на xn. Вот. То есть, смотрите, у нас здесь квадраты. Получается, что тут мы xn в кубе плюс 3. Вот так. Вот. Здесь xn в кубе, ну, то есть здесь многочлен от этих x здесь в степени 3. Вот. Ну, это типа там кратный корень, как это называется? кратный корень. когда что? Что множество критических точек это когда ой, я неправильно тут минус написал, да, надо плюс. нет, правильно. Вот именно, что тут как бы знак плюс. и поэтому если сумма вот этих x и t в квадрате больше нуля, то есть, если кто-нибудь из них хотя бы не равен нулю. Ну, давайте так. сейчас другому напишу просто. Типа критическое множество это когда x k плюс 1 равно и так далее равно xn минус 1 равно нулю. Вот. Когда они все нулевые, то есть это типа одна точка, это начало координат. Ну, и естественно, это не это, во-первых, критическая точка, но, во-вторых, она не эквивалентна морщине. Да, это вот как раз та самая особенность это рождение морщины. Поэтому это ну не погружение с морщинами это какое-то такое исключение. это логи. Спасибо. 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 Ну, это, типа, знаете как, когда у нас морсовская функция, да, у нас была вот такая функция, потом такая функция, и вот в конце мы получили функцию, когда две критические точки соседних индексов уничтожились, и вот посередине в одномерном семействе есть функция, у которой, как бы, корень кратности 2, то есть там она выглядит как x в кубе, буквально. То есть тут у нас две критических точки, а там 0. Ну, вот люди, которые занимаются комплексной геометрией, они, конечно, у них такого не бывает, потому что там везде по две критических точки. А здесь они уничтожаются в вещественной картине. И это вот как раз аналог, ну, это, грубо говоря, одномерный аналог, если у нас n-k равно 1, то вот это и есть особенность рождения. То есть морщина, она сама вот здесь вот находится, ну, да, окрестность морщины, она вот отсюда простирается досюда. Вот, если она рождается, а тут ее уже нет. Ну, то есть рождение, смерть, там, ничего, как-то так оно называется. Ой, что-то картинки какие-то, значит, пока что не сформулированы ни одной теоремы. Какая есть теорема? Теорема такая. Значит, у нас есть m, есть f, есть n, и все это происходит над базой. Вот f А я даже не знаю, как это сформулировать теперь. У нас должно быть какое-то подмножие, над которым все хорошо. Как его назвать? Давайте назовем его v. Смотрите, f такого, что f, ограниченное на v, это погружение. Вот, а вне v оно непонятно. Может быть, негладкое. Что угодно. Вот, и кроме того, есть, естественно, какое-нибудь отображение касательных пространств. Смотрите. Можно брать такие параметризованные касательные пространства. Типа у нас есть какая-то штука, которая расслаивается над базой. И можно брать просто ядра дифференциала. То есть, дифференциалы вот этой проекции. r, d, p. Это то же самое, что касательное пространство к слоям. И это все как бы под расслоение, касательное расслоение к m. Понятно? Ну, и f это такое послойное отображение. И это пусть будет послойный изоморфизм. Такое, что d, f ограниченное на f совпадает с ним. Так, сейчас, одну секунду. Это имеет смысл? Можно еще раз определение tbm? Ну, это вот... Вот тут два определения как бы написано. Это и есть tbm. Ну, у нас есть проекция из m в b. И мы можем у этой проекции взять ядра дифференциала. Ну, у меня есть дифференциал. Можно в каждой точке взять ядро. Это будет под расслоение касательного расслоения к m. И на самом деле это под расслоение, оно устроено так, что это буквально касательное пространство к слоям. Это правда. Вот. Ну, и все. Это и есть как бы параметризованное касательное расслоение. А вот еще написано f... Ну, раз f маленькое было сейчас по слойным отображениям, то говорится, что вот кондуцированное, оно... Ну, здесь имеется в виду, что тоже дифференциал послойный. В смысле, что мы только для каждого слоя, типа мы v пересекаем с каждым слоем, смотрим на дифференциал. То есть вы правы, да. Здесь вот это не совсем будет дифференциал f, а только его ограничение на... Ну... tb. Прямо это же касательно расслоения. Сейчас. А n и m сейчас предполагаются одинаковые размеры. Да, все одинаковые размерности, да, с самого начала. Окей. Еще предполагается, что m компактно, и b тоже, в принципе, компактно вроде бы. Я не уверен, что нужно. Наверное, это не нужно даже. f послойный изоморфизм, почему? Ну, по условию. Пусть вот это как бы то, что нам дано. Окей. Вот, ну тогда сейчас нам Эль Ашберг скажет, что что-то там можно продеформировать в классе послойных изоморфизмов. вот. А тогда... f гомотоп на каком-то g. Гомотоп на тоже как бы в классе послойных таких отображений над базой. Вот. Такому, что G... А, это гомотопия неподвижна. На вот этом V. g. И G... g, это, собственно... Как это? Параметризованное погружение с морщинами. Все. Это конец формулировки теоремы. Мы, значит, дали какое-то зубодробительное определение параметризованного того, параметризованного этого. И с помощью этих определений теорема формулируется очень коротко. Ну, что, грубо говоря, у нас любой послойный изоморфизм касательно расслоения многообразий ведет к построению погружения с морщинами. И это такая параметрическая версия, относительная. В смысле, это можно погружение зафиксировать. Главное, что погружение без морщин вот здесь. У нас зафиксирован на каком-то подмножестве. V... Значит, скажем, что это открытое подмножество. Сейчас. То есть, вот у нас есть F, которое какое-то... Сейчас, оно на каком-то множестве V, оно погружение. Дополнение, оно просто непрерывно. Угу. Да, и на V, ограничение повреждения, оно вот рождественное F, да? Тогда говорится просто, что в классе... А, F это отображение, которое там... Сейчас. Погружение с морщинами какое-то, да? Или чего? Нет. F... Сейчас я более точно скажу. Я тут вот понял, что это не совсем правильно. V можно считать, что произвольное подмножество. Вот. Но лучше говорить так, вот более аккуратно говорить так, что F в окрестности этого V, это погружение. А вне окрестности черт знает что. Ну... Тогда я сейчас не понял. Вот тогда утверждается гомотопия в классе, там, погружение с морщинами, параметрически. Но F в этом классе не лежит. Нет, нет, нет. Гомотопия просто гомотопия. Но гомотопия неподвижная на V. Ага, неподвижная на V. Ну, давайте тоже в окрестности. В окрестности V. А, ну, то есть вот такое утверждение, что у нас есть просто какое-то там произвольное множество, на нем задана какая-то функция, там, в его окрестности, да? Ага. Так что, ну, там, послойный изоморфизм на вот этих, на касательных пространствах, к слоям. Да. Тогда можно найти такое же ему гомотопное, что вот оно будет погружением параметрическими с морщинами. А, ну, понятно. Ну, то есть, в принципе, если V это точка, то здесь буквально утверждается, что, если у нас задан ну, задан послойный изоморфизм касательных расслоений, то можно из него получить погружение с морщинами. То есть, если V это точка, то какая-то более ручная версия этой теоремы получается. Потому что тогда все дифференциалы не настоящие. Вот. Я не сказал про такую важную вещь, что на самом деле, и это в параметрическом случае и в обычном верно, что вот есть дифференциал DW. Вот. Из него можно сделать такой скрученный дифференциал или, как там называется, регуляризованный. Вот. Такое, что мы берем касательно расслоения к RN и к второму RN. Здесь вот этот D с волной W, это изоморфизм послойный. То есть, понятно, тут у дифференциала появляется ядро, но можно на это ядро забить. И понятно, что снаружи, ну, поскольку у нас, ну, снаружи вот этого шара дифференциал, дифференциал, он, в принципе, гомотопен дифференциалу торжественного отображения, значит, ничего не стоит продолжить, ну, если этот дифференциал, ну, если дифференциал может быть несогласованным с самим отображением, то можно сделать его, ну, без ядра. И это как бы такой интуитивный путь к тому, причем здесь вообще послойный изоморфизм. Вот. Значит, и мой план был две недели назад, когда у нас была первомайская лекция, значит, вывести из вот этой вот теоремы теорему про гомотопический тип пространства мягких погружений со складками. Ага. И, может быть, я не совсем удачно выбрал обозначение, потому что там М и Н, это не совсем то же, что здесь. Может быть, нормально. Это вот там было рассуждение, где мы создавали морщины, а потом их как-то там собирали-сюбирать. Ну да. Но мы и так и не научились, как какие-то шаги делать, да, чтобы их убрать. Вот это нам поможет. Нет, это нам не поможет. Это нам поможет, наоборот, их создать. То есть, я уже забыл там номерацию шагов, но там была идея, что... Что у нас есть М, в котором есть подмногообразие вот это С, который его там разделяет на какие-то части. И мы пытаемся продолжить отображение как погружение. У нас это не получается. Но у нас в какой-то из камер, то есть в компоненте, на которую С делит М, там образуется несколько этих вот морщин. Вот. И это следует как раз из теорема. То есть там у нас, поскольку мы исследуем галактический тип пространства, у нас должно быть не одно отображение, а там их куча. Там картинка такая, что мы, допустим, хотим говорить про пика от пространства мягких. Сейчас, мягкие там и так пишутся. Мягкие там пишутся так. Окружение со складками. И тут, кстати, я не пишу, в каком месте складки почему-то. Все и так знают, что они вот в этом С. И вот элемент, представитель этой группы, значит, это некоторый сфероид пространства отображений. И его удобно представлять себе как камерный диск. Здесь есть М, умножить на камерный диск. И N. Вот. И мы путем каких-то манипуляций даже можем сказать, что у нас вот это F, что у нас в начале первого шага у нас F, это погружение со складками на ком, на S. Вот так вот. Ну, то есть, грубо говоря, у нас в каждый момент времени то есть вот диск он как бы параметризует камерное время и в каждый момент времени у нас на S будет складка. Вот. А потом при помощи теоремы Смейла Хирша мы можем предполагать, что F это погружение со складками вне какой-то камеры. Камера, значит, это когда мы выкидываем S, у нас все делится на какие-то части. Как-то там M1, M2. Давайте это будет M1, M2 и так далее. Там сколько-то частей. Вот мы на все кроме M1, допустим, можем продолжить. Ну, короче, как параметризованное отображение со складками, а на M1 нет. Вот так можно написать. И поэтому нас интересует фактически F только на этом самом M1. То есть вне M1 мы уже сделали здесь его погружением. каким-нибудь другим цветом. Ну, точнее, там план был такой, что мы типа берем какую-то компоненту M-S и на ней делаем F. Ну, F это как бы семейство погружений. Изначально это не семейство погружений, а просто рандомное отображение, которое накрывает послойный изоморфизм. там, касательных пространств. Вот. И мы из него делаем погружение при помощи теремы смелы Хирша, потом здесь мы аккуратненько делаем складку, переходим в следующую камеру, вот, и там тоже делаем погружением. И так продолжаем до тех пор, пока не останется одна камера, вот, на границе которой типа F уже погружение, то есть в окрестностях границы, вот здесь вот, F будет погружением, ну а внутри нет. Вот мы берем эту камеру, и дальше теорема, откуда эта теорема? Ну это теорема, сейчас, 97-го года, вот, значит по этой теореме, как раз мы можем превратить F в параметризованное погружение с морщинами. вот, ну и дальше там какой-то трюк про то, как эти морщины убирать, вот, который кстати используется, что, что на границе диска у нас это погружение, то, что называется софт, то есть, мягкая. Алло. Да-да. Да-да. Гранат. Рисовка. О. 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 Э. О. 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 Продолжение следует... 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 Дальше я раскладываю единственным образом вот так вот касательно пространства к m в точке из s. Я скажу, что вот это, допустим, точка x1, это x2. Ну или там x, допустим, это x штрих. Вот, и там есть tx штрих, которая точно так же расложилась. Вот, и что я делаю? Я вот на этой компоненте определяю отображение как тождественное, а на этой компоненте как умножение на минус единицу. Это задает мне изоморфизм, который склеивает одно с другим. Вот. Это такая переклейка. Вот для заданной риммовой метрики она абсолютно строго определена, единственным образом. Без всякого произвола. Сейчас. То есть мы берем... Сейчас. Угу. Берем вот m, да, берем, идем s, и отображение у нас не тождественное, а оно такое, что... Ну, оно на одной компоненте вот этой суммы тождественное. То есть... Ну да. Ну, где по касательной пространства раскладывается на касательную к s-часть, а нормальную к s-часть. Нормальная к s-часть – это просто линейное расстояние, одномерное. Вот, на нем эта переклейка устроена как умножение на минус единицу. А можно его как-нибудь увидеть, например, на торе? Вот если я возьму тор, возьму на нем вот, ну, s, как-то там, меридиан, да? И... Сейчас. Можно это считать, что как будто мы по меридиану разрезали, там, как-то скрутили и подклеили обратно? Я могу на плоскости показать. Что вот у вас, когда плоскость... Если разрезать, получится два куска. Но эти два куска можно... Вот, допустим, линия разреза... Можно представить так, что один над другим, как будто я сложил пополам. Вот так вот. И я, типа, сложил, а у меня сломалась плоскость. Потому что я слишком сильно надавил. Вот. И дальше вот эти точки, они оттуда струны. Но я говорю, касательное пространство... Здесь вот есть такой вектор внутренней нормали. Он здесь смотрит вот сюда. Но здесь такой же вектор, он смотрит как бы наружу. А я теперь говорю, нет, давайте мы лучше приклеим этот вектор к такому же вектору внутренней нормали, то есть к противоположному. Понимаете? Вот противоположный вектор. И снизу я беру как раз его. И это примерно, короче, вот тоже Илья Ашберг использует такое понятие, не Хаусдорфово многообразие, что ли. Но это не совсем то, на самом деле, ладно. Это как будто я взял вот так вот и склеил плоскость с плоскостью. Так что теперь касательно... пространство здесь, оно такое, как бы касательно к краю, а потом он идет в обратную сторону. Теперь вот такой красный вектор и оранжевый вектор, они как бы склеились. Понимаете? Ну, я, наверное, могу понять, что это значит, если взять просто касательно расстояния, и вот, да, наверное, я пойму, что это получится. Ну, типа, фактор касательно расстояния по такому-то отводительству. А что значит... Нет, это не фактор, смотрите. У нас оно, как бы, по-прежнему состоится двумерным в каждой точке. На самом деле, вот, можно рассмотреть такое отображение. Фи из R2, R2. X, Y переходит в модуль X и Y. Ну, может, тут минус написать, минус модуль. Потому что у меня влево они смотрят. Вот, и если вот этот вот S, то TS от R2, это просто, ну, можно считать, что это канонически, изоморфно, Фи со звездочкой от T таргета. Вот. То есть это, как бы, первая плоскость и вторая. Вот, на первой плоскости это будет UB2. Вот. Ну да. Тут вот никакого дифференциала не используется. Это просто обратный образ расслоения. Любого нефрорного отражения он есть. И вот это отражение, оно такое каноническое. Именно потому что ну, типа, слева, справа, там, вот, как раз на границе. Так, окей. Хорошо, для плоскости я понял. А для мокапази как-то, что это? Ну, локально точно так же. Локально оно выглядит так же, а глобально, ну, это вот уже ваши проблемы, типа. Что я вот в любой карте, которая содержит точку S, могу определить его так. А дальше оно как-то склеивается просто в какое-то векторное расслоение. Ну, сейчас. Можно у него сечение строить. Ну, то есть, например, у такого расслоения есть такие смешные сечения, типа, то есть, прикольно, что мы вообще изменили тему разговора. Вот, но это, может, и хорошо, потому что я хотя бы что-нибудь понятное объясню вам. Вот, можно рассмотреть, например, вектора, которые смотрят на восток. Они такие идут. Это некоторые сечения, да? А что происходит, когда мы проходим через эту линию разлома? Ну, видимо, они теперь на запад смотрят. Правильно. То есть, у нас... вектора смотрели сюда. Потом мы здесь, вот в этой точке, можем взять вектор, торчащий как бы просто туда. Ну, и с обратной стороны они смотрят в ту же сторону. Ну, это означает, что здесь они просто зеркально отразятся. Мы реально со своим отражением сталкиваемся. Вот, и... Вот, то есть, вот это вот сечение. Все это будет сечением непрерывным сечением. вот. Вот. И вот с помощью таких картинок можно, в принципе, считать какие-то характеристические классы этих расслоений. Ну, или есть другой способ. Типа... Если что-то знать про многочлены Тома, то можно как бы пойти от ну... от чего-то известного. Что если у нас есть отображение с таким множеством складок, то как раз его ну... обратный образ касательно расстояния к таргету будет устроен так. Вот. И... А... А вот такое расстояние оно как бы сейчас оно как бы одно, да? Такое TS-R2. Ну, смотрите, при его построении я пользовался римоновой метрикой на R2. Вот единственное, чем я пользовался реально, это... Нет, если, например, я возьму вот расстояние из M в какой-нибудь N1 и... отображение из M в N1 и отображение из M в N2, да? Такое, что в первом случае складки будут в S и в втором случае будут складки в S. Возьму там прообразы касательных расстояния. Это, вообще говоря, разные вещи. Правильно? Ну, они изоморфно будут, да? А, одно и то же будет. Ну, они будут изоморфно, да. Ага. Сейчас. Ну, нужно, наверное, чтобы складки были одинаковых индексов, да? А, не-не-не. Это работает только в одинаковой размерности. Что у нас... А. Вы же видите, да, что... Как бы мы отождествляем его с касательным в каком-то смысле. Это... Pullback вот этот... Он отождествляется с касательным расстоянием. Значит, мы должны... Размерности M и N2 должны быть одинаковые. Угу. А, хорошо. Ну, да. Ну, да. Такое... Хорошо. Спасибо. Ну, пожалуйста. Ладно. Мне, конечно, не очень нравится, во что превратился рассказ про несчастные эти... погружение с морщинами. Ну, видимо, это как-то очень сложно для восприятия, и... видимо, это останется в качестве упражнения, да? Вот. Не знаю, что еще предложить. Ну, то есть, хорошо, если вы адресуете какой-нибудь конкретный вопрос про это доказательство, то можете сейчас его обсудить. Вот. А если нет, то придется его отложить, может быть, навсегда, или там... Ну, я не знаю, насколько. Вот. Готов ли кто-нибудь сформулировать какой-нибудь вопрос по... вот про морщины и их связь с мягкими погружениями, со складками? Ну, у меня такой только не очень конкретный вопрос, а почему... почему именно погружение с морщинами? Вот. Ну, почему мы вот именно делаем не так, чтобы получилось погружение с морщинами, я не там, не знаю, не какое-нибудь еще погружение. Ну, хорошо. Ответ такой, казуистически не знаю, что вот, например, насколько я понял доказательства Эляшберга вот в статье 73-го года, где... которая про типа хирургии особенностей, там, где он доказывает наш принцип типа для складок произвольных индексов. Вот. Там он реально рассматривает типа семейство отображений с рандомными особенностями какими-то. Вот. И что-то с ними делает. То есть прям вот реально он берет там, он рождает какие-то страшные особенности, но которые как-то себя контролируемо ведут, и дальше он умеет их убивать качественно. Вот. И через это у него все, значит, в итоге сокращается, остаются только складки. Я этого не понимаю. Может быть, я там плохо знаю в целом теорию особенностей, там эти борденские особенности в частности. Вот. Но там как-то действительно все очень мудрено. Вот. А морщины это довольно простая вещь, потому что это такие локальные особенности, которые вот можно в любой точке просто взять и родить. То есть, ну вот когда у вас была гладкая скатерть, да, вы взяли и типа потянули за две точки до встречи друг к другу, одну вниз, допустим, другой вверх. Вниз это вот так. Сейчас. Вниз это пунктируем под стол, а это сверху. И у вас получилась морщина. Типа это налезло туда, а это так вот. Ну да. Вот. Ну и прикольно, что мы ну грубо говоря любое отображение вообще можем приблизить погружением с вот такими особенностями. Потому что ну они ну типа когда мы доказываем теорему Смелла-Хирш мы там что-то сминаем, там делаем какую-то гармошку непонятную. Вот. А эти морщины это как раз легальный способ делать гармошку, если нам разрешены вот ну такие локальные особенности. Типа локальные особенности с ними тоже просто, потому что вот можно каждую из них взять и что-нибудь с ней сделать потом там убить ее каким-то образом. Вот. То есть ну вот мы хотим там решить какую-то большую глобальную задачу. Для этого мы можем допускать какие-то мелкие вот какие-то особенности короче ну новые, но простые чтобы потом с ними разобраться. И вот мы допускаем эти морщины у нас все сморщивается но в итоге мы можем приблизить произвольное отображение что мы и делаем. То есть на самом деле по-моему еще можно усилить вот эту теорему действительно так, что мы можем G вот это выбрать сколь угодно C0 близко к F. То есть мы F можем возмутить совсем чуть-чуть что он станет погружением и у него родится куча морщин просто огромная куча они там покроют всю поверхность N как-то куча каких-то диких кривых ну а если там база компактна то их конечное число вот ну а потом каждую из этих морщин мы там еще можем с помощью какой-то операции прикольную убрать если у нас там есть что короче если есть какие-то другие еще особенности там была процедура впитывания морщины в складку оно я не знаю к этому уже нет смысла возвращаться и к тому же я не могу написать никакой конкретной формулы хотя вроде они не очень сложные вот но я что-то не до конца с этим разобрался так ну то есть это попытка ответа на вопрос зачем нам морщины ну потому что морщины с одной стороны это простые особенности а с другой стороны они очень гибко себя ведут потому что мы там что-то складываем гармошкой при помощи них ну непонятно так ну ладно наверное на этой подоживляющей ноте сегодня надо закончить м или есть еще какие-то вопросы видимо нет ну что ж вы сделали видите что вы знаете